Вы пишите в порядке возрастания трёхзначные числа произведения всех цифр, которых равно... Дальше там три пункта. Последний пункт произведения равно 60, а перед этим частики произведения равно 10. Давайте подумаем, что же это за такое трёхзначное число, в котором произведение цифр равно 6. Да, пожалуйста. Я знаю число 123. 123. Есть такое число. А ещё? 632. Нет, это уже вариация. Есть ещё принципиальность другим набором цифр. 330. 330, там произведение цифр равно вообще нулю. Да. Есть три. Опять, если есть молик, то произведение уже ноль. Если есть ноль, то произведение уже нулевое, да. Это вариация, это перестановка цифр, да. Слово 11. Слово 11. Есть ещё число, в котором две единицы и одна шестёрка. А вот теперь надо было сделать следующую штуку. Надо было взять на черновике, выписать все числа, получаемые из числа 123 перестановки. Это совсем просто. Это, так называемые, перестановки на трёх элементах. Господа, это вы в своей жизни будете делать очень много раз, поскольку перестановки – это одна из важнейших математических конструкций. Поэтому, действительно, очень-очень много раз. 116, 161, 101. А вот теперь я готов к тому, чтобы писать ответ. Эти вот числа и эти, так сказать, соединить в одну линию. Ну, это очень просто. 123, 161, понимаете, да? Кстати, как ни странно, один из популярных программистских методов. Представьте себе, что вам нужно упорядочить какие-то объекты, да. Один из стандартных способов состоит в следующем. Временно разложить эти объекты на две метки. Каждую из кучек обработать, выстроить по порядку. А после этого применить такой метод слияния, как и сейчас. Смотрите, сначала прошло это число, потом пошло число 123, потом пошло 132, потом 161. Понимаете, где? Потом пройдут вот все эти, 213, 312, 321. Ну и после этого в конец, естественно, пойдет 601. Вот они, 9 и 60. Так. 4, 5, 4, 3, 5. 4, 5, 3. Это вы думаете, что вы писали все числа, да? Нет. Нет, то есть смотрите, вы считаете, что ответ это произведение 3, 4, 5, да? Господа, еще как-нибудь, кроме как 3, 4, 5. Способен человек представить число 60? Нет. Давайте, как? 6, 2, 5. Вот заметьте, вы сделали ошибку. Кроме вашего варианта, есть еще другой, давайте объяснимся. Что такое 60? Это 2х30. Что такое 3? 2х15. Что такое 15? Это 3, 5, да? Так вот, 5, если на что умножишь, то уже выйдешь за пределы 10. Поэтому это нельзя. Тройку можно... Поэтому один из вариантов, это просто тройка. То есть такой 4, 3, 5. А другой вариант, это 2, 6, 5. Понятная идея? Кто не побоится для каждого из этих чисел выписать в порядке возрастания. Так, 125, это правильно. 1, 152, правильно. Это число, начинающиеся на единицу. 215, хорошо. 251, 40. А, ну, непорядка. А, проблема вот какая. Проблема вся в том, что у вас, к сожалению, 2 слоумника, а нужен 1. Понятный момент? Что? Нет, нет, всего 2. У него есть один стол. Что все будет? Есть один. Камер 6, 2, 6, 5, 5, 2, 6, 5, 6, 2, 6, 2, 5, 6, 5. Это замечательно. Это все перестановки цифр 2, 5, 6, 5. И есть другой. Ну, 4, 5, 5, 4, так же. Тоже замечательно. Первая стадия решения. Когда мы для одного числа выписали все его перестановки, и для другого выписали все его перестановки, и для другого выписали все. И для того, чтобы получить окончательный ответ. Замечательно. Теперь выбираем между этими. Какое? Какое меньше? Какое писать? 345. Теперь спускаемся. Какое из этих пишет? Что больше? 300 с чем-то или 500 с чем-то? Это больше. Значит, пишем вот это. Пишем вот это. Давай. 354. Так. 400 или 500? 435. Отлично, да? 435. Дальше. 453. Да, да. 453. Так. Теперь интереснее. 526 или 534? 534. Нет, неверно. Меньше 526. Пишем 526. Вот теперь уже дальше 534, очевидно. Потому что оно меньше, чем это. 534. Дальше 543. К сожалению, не влезло. Это здесь постоянно влевочку. Так, и до того, что он продолжает. Все, спасибо. Спасибо.